Цветущие и благоухающие яблони, сирень, каштаны. В мае ботанический сад – идеальное место для прогулок. На этот раз уроки и лекции здесь прогуливают школьники и студенты, но с пользой для здоровья и ума. Международный день защиты растений впервые в ботаническом саду организовали экологический квест. Модное в молодежной среде развлечения подчинили науке. Будущие фармацевты разыскивают самарский аптекарский огород. Мы прошли курс ботаники, нам предстоит экзамен, и я думаю, что это окажет огромную пользу для подготовки к нему. Ну и просто очень приятно находиться в такой атмосфере, лес, свежий воздух. В игре участвуют семь команд. Маршруты разные – дендрари, оранжерея, участок декоративных растений. На каждой точке вопроса за правильный ответ участники получают жетоны. А какое хвойное растение зиму проводят без иголок? Я думаю, для вас не составит труда ни для кого сказать, что это лиственница. Ну и школьники с этим вопросом не затруднятся. Разумеется, для студентов вопросы будут сложнее. Площадь сада 40 гектаров. Программа «Насыщенное путешествие по особо охраняемой природной территории» занимает несколько часов. Увлекательный квест сопровождается познавательной экскурсией. Студентам и школьникам рассказывают об уникальных растениях и деревьях ботанического сада. А их здесь больше 3800 видов. Вот это можжевельник. Растение очень декоративное. Им сейчас украшают улицы и скверы Самары. Но этот необычный можжевельник казацкий. Он занесен в Красную книгу Самарской области. Растение реликтовое до ледникового периода. Он пережил все обледенения и до сих пор растет в Жигулевском заповеднике, еще на Урале и на Кавказе. Ботанический сад Самарского университета входит в Международный союз. Уникальному уголку природы в центре города уже 85 лет. И в перспективе его ждет преображение и реконструкция. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.